Ставрополье Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в ходе итогового заседания правительства региона. Прозвучало, что во время пика заболеваемости коронавирусом в начале года Ставрополье обеспечило учреждение здравоохранения медицинским кислородом. А когда началась специальная военная операция, регион перестроил экономику с учетом западных санкций и наладил выпуск продукции для бойцов. Я хочу поблагодарить уважаемых министров, уважаемых глав, уважаемых членов правительства за работу в 2022 году. Мы вместе все переживали все перипетии 2022 года. Мы не допустили ни одного, скажем так, сбоя с нашей экономикой, с ростом безработицы, с остановкой или заморозкой выплат, социальных зарплат. Весь Ставропольский край проработал как один единый механизм. Говорили на совещании и о патриотическом воспитании молодежи. В 2024 году в Есентуках планируют открыть центр «Авангард». Губернатор Владимиров поручил Министерству образования создать графики возведения объекта, а также обозначить конкретные сроки проектирования, экспертизы и финансирования. В селе Александровском благоустроили молодежный парк. Там оборудовали велодорожки, детскую игровую площадку и корт с трибуной, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Также там обустроили сцену с посадочными местами, уложили газон, установили светильники, лавочки и урны. Работы провели в рамках краевой госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В Грачевском округе отремонтировали полуторакилометровый участок дороги «Сергиевская», поселок Чкалово. Специалисты обновили покрытие проезжей частью, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В хуторе Андреевском построили фельдшерско-акушерский пункт. Там оборудовали кабинет принимающего специалиста, процедурную комнату, холл для ожидания и административные помещения, сообщили в региональном Минздраве. В здании уже закупили все необходимое оборудование и мебель. Возвели ФАП в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова